Куда не выйдешь, одни китайцы. Есть одно особое место, например, лапши. Не острую лапшу. Наша команда играет довольно плохо, но у меня не всегда получается. Ну просто вообще не хочется играть. Хотя какие друзья, ну ладно. Блин, нет, я опять фигню кусал. Как-то так. Всем привет, я Ярослав. Мы находимся в Шанхае. Город довольно-таки интересный. Очень красивый. Я здесь уже не первый раз, если не ошибаюсь, уже раз в четвертый. Честно говоря, не особо бывал в каких-то интересных местах. Но есть одно особое место, там магазинчик такой, значит. Там можно найти очень интересные вещи, особенно для меня. Что-то типа к аниме-фигурах там или еще что-то, или какой-нибудь коврик. Короче, анимешники бы там порадовались. Также город славится тем, что он, по-моему, самый густо заселенный. И китайцев действительно довольно много. Куда не выйдешь, одни китайцы. Куда не пойдешь, я тоже одни китайцы. В Китае очень много интересной и разнообразной еды. Но в основном она только острая. И поэтому мы пытаемся найти какую-то другую еду, там, чаще европейскую. Вот, например, нашли Макдональдс и питаемся иногда там. Но на самом деле также не против и поесть какой-то традиционной пищи. Например, лапши. Так сразу же, что у нас есть человек, который нам очень помогает. Он знает китайский, и он нам иногда заказывает не острую лапшу. Часто говорят, что Империя начинает свой сезон плохо, а уже ближе к весне начинает разгоняться. На самом деле, не знаю. Мне кажется, это просто такое стечение обстоятельств. Часто получалось, что именно в начале сезона у команды происходили какие-то изменения в составе. Там один игрок, а то и больше, чем один. Просто какие-то смены ролей. Или, там, не знаю, может, патч какой-то немножко неудачный. Но не могу сказать, что это как традиция, просто вот именно так получалось. От нас выходили какие-то игроки или собирался совсем новый состав. Именно это и является, наверное, основной причиной, почему в начале наша команда играет довольно плохо, а уже ближе к весне разгоняется. Мы уже успеваем привыкнуть к новым игрокам, как-то с дружиться. Также наработать какие-то стратегии, понять уже, как нам лучше взаимодействовать. И начинаем уже набирать обороты. Возможно, кому-то будет интересно узнать, как вообще проходит день обычного дотера, такого, наверное, как я. Хоть и не особо популярный, но все же. На самом-то деле он не очень-то интересный. В основном я просто просыпаюсь за 2-3 часа примерно перед тренировкой. Как минимум, стараюсь соблюдать именно такой режим. Там что-то покушаю, может быть, желательно, точнее, сделать какую-то зарядку. Но у меня не всегда получается. Там сыграю какой-то паблик, то есть раскликиваюсь. И уже потом мы собираемся командой, играем совместные наши тренировочные игры, пытаемся придумать новые стратегии, наработки. Уже после больше идет свободное время, но мы это время в основном стараемся посвящать именно пабликам, для того, чтобы придумать что-то новое, каждый сам. Но этот день, конечно же, может изменяться. Вот, например, когда мы находимся на план турнире, он идет немножко по-другому. Выходные дни, скорее всего, обычно так же, но не всегда получается найти тренировочные игры. И мы иногда себе позволяем прогуляться по городу или просто куда-то выйти совместно с командой. Иногда это просто даже совместный поход в какое-то кафе в поисках пищи. Но если есть тренировочные игры, то мы обычно тоже проснулись, немножко размялись, потом поиграли в тренировочные игры и все понакатанно уже. А дни, когда у нас какая-то официальная игра, особенно на лане, мы в основном стараемся придерживаться примерно такого же плана. То есть, опять же, проснулись, там что-то размялись, зарядка какая-то, там сыграли, может, один паблик, хотя бы. И уже потом идет официальная игра, там заранее приезжаем, сначала просто ожидаем, иногда бывает время для того, чтобы размяться в какой-то практис-руме, но не всегда это получается. Ну и уже просто ждем времени нашей игры. А там уже в зависимости от победы и поражений, и вообще от формата проведения, мы можем либо дальше продолжить играть на сцене, либо едем обратно в отель. В свободное время я стараюсь больше уделять время доте. Не всегда находится достаточно желания, что ли. То есть, иногда, ну просто вообще не хочется играть, не тренироваться, охота как-то отлично поиграть в другую игру или вообще совсем что-то другое, там, не знаю, погулять с друзьями, хотя какие-то резервы, ну ладно. Но в основном, конечно, каждой доте стараюсь уделять как можно больше времени доте, потому что чем больше играешь, тем больше ты сможешь придумать чего-то нового, быстрее, чем другие, и просто сможешь поддерживать свою наилучшую форму. Иногда это, конечно, не всегда работает, нужно также и просто понимать, зачем ты играешь. Ты вообще какая-то необходимая мотивация должна быть. Но не всегда удается ее найти, что ли. И вот в такие моменты, когда у тебя нет мотивации играть, ты пытаешься совсем чем-то другим заниматься. Я вот там, не знаю, например, иногда играю в какую-то другую игру, ну, примерно, сейчас сложно привести. Или там, не знаю, просто, учитывая, что я некий фанат аниме, я могу посмотреть аниме. Ну, у каждого уже свое. Когда-то я мечтал стать тоже одним из профессиональных дотеров, я думал, это просто, типа, ты просто играешь в игру, стараешься выкладываться на максимум, ездишь просто по турнирам, там, отбираешь на квалификации, играешь на самом высоком уровне против самых крутых команд. Я не верил вообще, что у меня это даже получится, но, честно сказать, я уделил около 8, нет, около, наверное, 6 лет или 7, прежде чем я вообще попал в команду такого уровня. До этого я играл где-то год довольно в командах низкого уровня, а до этого вообще нигде не играл. То есть я просто играл в паблики, чему-то учился, старался там смотреть на других. Но это довольно тяжело, это нужно как-то заставлять себя, что ли. Хотя сейчас проще, потому что сейчас есть рейтинг. Лучше понимаешь, например, на какой ты роли хочешь играть и видеть себя в профессиональной команде. Ты можешь играть на роли поддержки, и ты будешь играть только на роли поддержки, стараться набить какой-то определенный рейтинг себе, и тебя могут заметить. И, допустим, когда в какой-то топовой команде будет пристановка, и там будет необходим саппорт, то тебя могут заметить, потому что, ну, просто откроют список лидеров, посмотришь на себя, и такие, о, а этот человек, типа, играет на саппорт, как-то, может, с ним попробовать. Как-то так иногда бывает. Вообще, мне, конечно, повезло с тем, как я попал в команду. То есть у меня был знакомый, на тот момент довольно-таки мы с ним неплотно общались. Это менеджер сейчас нашей команды Дмитрий. Я с ним был знаком, он как бы знал, что я себе представляю, как игрок. Хотя я вот играл вообще на другой роли, то есть на роли Кэри. И вообще в другой команде, довольно низкого уровня. Но когда был период решалов в Team Empire, замолвил обо мне словечко. Сказал, что вот этот чувак, он там может тоже тащить. Неважно на какой роли, давайте посадим его на саппорта. Через несколько недель он уже там научится, будет тащить. Ну и как-то так реально получилось, я сам в это не мог поверить. Я играл на совершенно новой для себя роли. С уже довольно крутыми игроками, на мой взгляд. Я никого не знал. Единственное, что я мог там просто стараться как-то показать себя. Почему меня вообще тогда взяли, наверное, в команду, это потому что я играл на одном герое, First Spirit. Он тогда был сильнее, чем сейчас. Ну и короче, я показал на нем очень достойную игру. Все такие, фига ты, типа крутой. Вот давайте, мы ему будем брать только этого героя, и он будет у нас только на нем играть. Ну тогда это так как-то выглядело. Со временем у меня появились еще какие-то герои. Насколько знаете, мы сегодня играли против команды Нюби. Топ-2, не так, никак. На миноре-то. С какой командой еще играть на миноре? В первом раунде. И игра наша закончилась не самым лучшим образом. Хоть мы и начали за здравие, но закончили с вами знаете как. Вроде бы все шло хорошо, но в какой-то момент просто о стадии пика, вот, не было идей, что ли. Вот в какой-то момент, вот особенно во второй игре, это все началось еще с пика вайда. Мне следует в герой, мы просто не смогли как-то придумать альтернативу, что ли. Мы как бы даже понимали, что в один момент мы поняли, что если мы возьмем вайда, они могут взять ОД. Мы подумали сразу, как давать может ОД этого, но это показалось еще хуже, а время все шло, и поэтому пришлось взять вайда, хотя это явно было ошибкой. И с этого момента уже шло, все пошло немножко не так, как нужно было. Также, я думаю, сказывалось какое-то волнение все-таки. Особенно у нашего довольно-таки нового игрока, это вот Никс Саня. Он явно немножко переживал о том, что играет все-таки против хорошей команды, и вообще он не особо опытен на таких мероприятиях, на лан-турнирах. То есть для него, я думаю, это было в новинку. Но он все равно молодец, играл хорошо. В следующий раз нам нужно просто как-то основательно подойти к тому, что нам нужно брать, понимать, каких героев с какими лучше взять, и я уверен, мы сможем победить даже такую команду, как Ньюби. Спасибо, что поддерживаете нас, несмотря ни на что. Помните, у всех бывают плохие времена, и у нас тоже. Но верьте в нас, и мы обязательно вас не подведем. Субтитры создавал DimaTorzok